Михаил Шуфутинский – имя, которое в России неразрывно связано с душевными мелодиями и пронзительными текстами. Его творчество охватывает несколько десятилетий, и за это время он стал настоящей легендой русской эстрады. Его баритон уже несколько десятилетий покоряет сердца слушателей, а песни становятся неотъемлемой частью русской культуры. Каждое его выступление – это событие, которое ждут с нетерпением тысячи поклонников. Но есть одна дата, которая неразрывно связана с Шуфутинским – дата, вызывающая улыбку и предвкушение 3 сентября. Этот день стал символом для многих, благодаря одной особенной песне. Этот, казалось бы, обычный день превратился в России в настоящий культурный феномен, благодаря песне Шуфутинского «3 сентября». Песня стала не просто хитом, а настоящим культурным явлением, объединяющим людей. Песня, выпущенная в 1994 году, рассказывает трогательную историю о потерянной любви и воспоминаниях на фоне уходящего лета. Она затрагивает самые глубокие чувства и эмоции, вызывая у слушателей ностальгию и грусть. Вряд ли Шуфутинский мог предположить, что эта меланхоличная баллада станет настоящим гимном, навсегда связав его судьбу с третьим днем осени. Сегодня, каждый год, 3 сентября, люди по всей России вспоминают эту песню и отмечают этот день, как особенный праздник, наполненный музыкой и воспоминаниями. 3 сентября – это больше, чем просто песня. Это культурный феномен, объединяющий поколения россиян. Первые строки песни. «Я календарь переверну» и снова 3 сентября. Стали узнаваемы с первых нот, предвестником осени и временем для размышлений. Простые, но проникновенные слова песни находят отклик в сердцах слушателей, вызывая в воображении образы уходящих летних дней, горько-сладкую ностальгию и предвкушение нового сезона. Это напоминание о быстротечности времени, о потерянной и найденной любви, о силе воспоминаний. История создания песни 3 сентября не менее увлекательна, чем сама песня. Музыку написал Игорь Крутой на стихи Игоря Николаева, и изначально песня предлагалась другим артистам, прежде чем попала к Шуфутинскому. Меланхоличная мелодия и близкая каждому тема потерянной любви сразу же тронули его душу. Шуфутинский, с его проникновенным голосом и умением передавать глубокие эмоции через музыку, вдохнул в песню жизнь, сделав ее своей. Выпущенная в 1994 году в составе альбома 3 сентября, песня положила начало настоящему музыкальному феномену. Несмотря на то, что сегодня 3 сентября, это настоящий хит, путь песни к славе был не таким уж стремительным. После релиза песня была принята публикой довольно прохладно, затерявшись среди других популярных мелодий того времени. Это не был мгновенный успех, и критики не спешили петь ей дифирамбы. Однако близкая многим тема и запоминающаяся мелодия нашли отклик в участии аудитории. Песня постепенно набирала обороты, зазвучала на радиостанциях и на домашних праздниках, постепенно вплетаясь в ткань российской жизни. Появление интернета и социальных сетей подарила песне 3 сентября «Вторую жизнь». Благодаря этим платформам, песня, которая когда-то была известна лишь определенному кругу слушателей, стала доступна миллионам людей по всему миру. В начале 2010-х годов песня стала объектом интернет-мемов. Ее текст и образы использовались в шутках и приколах. Мемы, как форма цифрового искусства, позволили песне обрести новую популярность, привлекая внимание не только старых фанатов, но и совершенно новой аудитории. Картинки с Шуфутинским, часто с календарем, где выделено 3 сентября, наводнили интернет в сопровождении остроумных подписей и вариаций на тему текста песни. Эти изображения стали вирусными, распространяясь по социальным сетям и мессенджерам, создавая целую культуру вокруг этой даты. Эти мемы, которыми делились и над которыми смеялись миллионы, познакомили с песней «Молодое поколение». Молодежь, которая, возможно, никогда бы не услышала эту песню, теперь знает ее благодаря интернету и мемам, которые стали частью их повседневной жизни. То, что когда-то было меланхоличной балладой, превратилось в жизнерадостный символ смены времен года. Напоминание о том, что нужно принимать течение времени с юмором и легкой иронией. Песня «Третье сентября» теперь ассоциируется не только с сентябрьским днем, но и с радостью, которую приносят изменения и новые начала. «Третье сентября» переросло рамки обычной песни, превратившись в культурный феномен, объединяющий поколения. Ее притягательность – в простоте, в близкой каждому теме, в способности пробуждать ностальгию и размышления. Текст песни, простой и понятный, находит глубокий отклик у слушателей, передавая то самое горько-сладкое ощущение окончания лета и ожидания нового сезона. Мелодия песни, одновременно меланхоличная и вселяющая надежду, добавляет ей эмоциональной глубины. Это мелодия, которая не отпускает, заставляя напевать ее про себя, вспоминать о прошлом и ценить настоящее. Неугасающая популярность песни создала для Шуфутинского своеобразную дилемму. Каждый год, по мере приближения «Третьего сентября», спрос на его выступление стремительно возрастает. Поклонники с нетерпением ждут его концертов, желая услышать именно ту песню, которая стала синонимом этой даты. Однако сам Шуфутинский не раз говорил о том, что предпочел бы не выступать третьего сентября. Дата, когда-то ничем не примечательная, стала неразрывно связана с его музыкальным наследием, затмевая собой другие его работы и даже личную жизнь. Музыкальные продюсеры и эксперты музыкальной индустрии пытались разгадать феномен неувидающей популярности песни, которая продолжает завоевывать сердца слушателей по всему миру. Они анализировали различные аспекты, чтобы понять, что делает ее такой особенной. Объясняя ее успех сочетанием нескольких факторов, таких как уникальная мелодия, запоминающийся текст и эмоциональная глубина. Известный продюсер Иосиф Пригожин считает, что секрет успеха песни в ее способности трогать русскую душу, вызывая сильные эмоции и ностальгию. Ее меланхоличная мелодия и близкий каждому текст находят отклик у слушателей всех возрастов. Песня вызывает у людей воспоминания и чувства, которые они переживали в разные моменты своей жизни. Ярослав Сумишевский, популярный певец и композитор, вторит этому мнению, добавляя, что песня обладает магической силой, способной объединять людей. Говоря о том, что 3 сентября стала для Шуфутинского вторым днем рождения, символом его творческого пути и успеха, закрепив за ним статус музыкальной легенды, который продолжает вдохновлять и восхищать поклонников, и познакомив с его творчеством новое поколение. Молодые люди открывают для себя эту песню, находя в ней что-то близкое и важное для себя, что делает ее актуальной и сегодня. 3 сентября, несомненно, оставила неизгладимый след в карьере Шуфутинского. Несмотря на обширный репертуар душевных баллад и романтических песен, именно эта композиция стала его визитной карточкой, навсегда вписав его имя в историю российской музыки. Популярность песни принесла ему как радость, так и трудности, вознеся на вершину славы, но в то же время создав определенные ожидания у его многочисленных поклонников. Несмотря на первоначальные опасения по поводу чрезмерной ассоциации песни с 3 сентября, Шуфутинский со временем принял юмор и культурное значение, которое она приобрела. Он признает силу песни объединять людей, пробуждать эмоции и дарить радость, даже если это происходит через мемы и интернет-шутки. В своих интервью он выражает благодарность за неугасающую популярность песни, признавая ее способность объединять поколения и сближать людей через общий смех и ностальгию. 3 сентября – это больше, чем просто песня, это культурный феномен, объединяющий поколения. Ее простые, но проникновенные слова в сочетании с меланхоличной, но вселяющей надежду мелодией, покорили сердца миллионов, став гимном осени, времени для размышлений и напоминаниям о силе воспоминаний.